Всем привет! Вы на канале HomeExpert. Каждый год с приходом тепла, косяки утомленных людей идут в магазины за вентилятором. И каждый раз они ведутся на скидки и уловки маркетологов и совершают одни и те же ошибки. Недостаточно просто купить самую мощную модель, ведь кому-то нужно, чтобы вентилятор был безопасным для детей и котиков, кому-то, чтобы тихо работал по ночам, а кому-то важнее, чтобы поток воздуха добивал до дальнего угла комнаты. Чтобы не пустить деньги на ветер, смотрите видео до конца. Вас ждут советы по выбору вентилятора и краткий обзор трех достойных моделей. И подписывайтесь на канал. Мы рассказываем о технике для дома и объясняем сложные вещи простыми словами. Итак, 5 ошибок при выборе вентилятора. Ошибка номер один. Неверно оценить свои потребности. Перед покупкой любого гаджета всегда помогает этот вопрос. Чего именно вы хотите? Например, чтобы на большой кухне в жару было удобно готовить. Тогда вам нужен мощный напольный вентилятор. Или, например, вы хотите, чтобы ночью в спальне было прохладно и тихо, и при этом вентилятор вписался в интерьер. Тогда вам подойдет большой колонный вентилятор, а может быть даже потолочный. А если вам нужно, чтобы на рабочий стол, стоящий в плохо проветриваемой комнате, постоянно дул легкий ветерок, тогда вас спасет маленькая настольная модель. А может быть вы хотите портативный вентилятор с аккумулятором, батарейками или шнуром USB? К примеру, есть модели, которые надеваются на шею, включили и пошли делать генеральную уборку. Или валяться с книгой на балконе. В общем, решением каждого вашего вопроса могут быть разные по конструкции и мощности модели. Ошибка номер два. Не изучите рынок. Когда вы поняли, чего именно ждете от вентилятора, стоит узнать, какие вообще модели предлагает современный рынок. Итак, вентиляторы бывают напольные. Плюс их легко перемещать, но они занимают место на полу. Обычные вентиляторы с крыльчаткой могут быть опасны для детей и животных. Ведь даже если лопасти закрыты решеткой, есть большой соблазн засунуть в нее палец. Есть еще колонные вентиляторы. Их тоже обычно ставят на пол. Но бывают и маленькие настольные варианты. Плюс все механизмы в таких моделях спрятаны в корпус и безопасны для окружающих. Обычно внутри стоит роторный механизм, который направляет поток воздуха во все стороны. Эти вентиляторы мощные и тихие. Минус. Но стоят дороже обычных лопастных. Потолочные вентиляторы подходят для больших комнат. Плюс. Они равномерно обдувают все помещение. Это их главный плюс. Да и дети с животными до потолка точно не дотянутся. Минус. А главный минус в том, что нужно время и деньги на качественный монтаж. Настенные вентиляторы. Плюс. Можно установить повыше от детей. Минус. Но невозможно никуда передвинуть и перенести. Поэтому они не пользуются особой популярностью. Настольные вентиляторы. Минус. Обдувают маленькую площадь. Плюс. Зато потребляют меньше электроэнергии. Это хорошее решение для рабочего места за столом или на кухне. Портативные вентиляторы. Можно вешать на шею, ставить на стол, крепить на полке или мониторе. Использовать и дома, и на природе, и в гараже. Также отдельно отметим безлопастные вентиляторы. Они бывают и настольными, и напольными, и портативными. Это самые современные модели. Где турбина выталкивает воздух через щели в корпусе. Получается красиво, мощно, гигиенично, но дорого и шумно. В общем, смотря что вам важнее. Итак, поняли какой хотим вентилятор и идем дальше. Ошибка номер три. Не разобраться с мощностью и шумом. Многие думают, что чем мощнее вентилятор, тем большую площадь он охватывает. Но это не всегда так. Мощность скорее показывает, сколько электричества съедает модель. А за объем пропускаемого воздуха отвечает производительность вентилятора, которая измеряется в кубометрах в час. Также ощущения от воздушного потока зависят от конструкции модели и скорости работы вентилятора. Но все эти характеристики в инструкциях указываются редко, поэтому приходится отталкиваться от мощности. В целом, разбег по этому показателю такой. До 30 Вт у настольных портативных бюджетных моделей, которым нужно создавать ветерок недалеко от корпуса. От 30 до 50 Вт для стандартных комнат площадью 20-30 квадратных метров. От 50 Вт и выше для очень больших помещений. Чем более мощная модель, тем громче она будет работать. Если хотите использовать один вентилятор и днем, и ночью, то выбирайте модели с несколькими скоростями. Чем меньше скорость, тем тише работа. Обычно производители указывают уровень шума. У бытовых моделей она колеблется от 20 до 50 дБ. При 20 вы точно сможете уснуть. Это как еле слышный шепот. А вот 50 дБ вряд ли дадут вам расслабиться ночью. Этот шум сравним с громким разговором. Ошибка номер 4. Пренебрегать эргономикой. Будет вентилятор вас радовать или раздражать, часто зависит от мелочей. К примеру, у самых простых моделей обычно 3 скорости. Кому-то этого достаточно, а кто-то очень восприимчив к потоку воздуха. И выберет вентилятор с 10 скоростями. Иногда у самых дешевых моделей нет поворотного механизма. И воздух дует только в одну сторону. Это может быть неудобно, если в комнате вы не одни. Еще хорошо, если можно регулировать корпус по высоте и наклону, чтобы настроить вентилятор под себя. Также вам может облегчить жизнь таймер. Например, если вы не можете заснуть в жаре, но боитесь, что ночь у вас продует, можно запустить вентилятор на полчаса. Что касается гигиены, то любой вентилятор придется иногда протирать от пыли. Особенно, если он долго стоял без дела. Но модели с лопастями прочистить будет сложнее, чем современные безлопастные. А если выберете обычные лопастные вентиляторы, то обратите внимание на защитную решетку. Лучше, если она будет с мелкими ячейками, в которых не застрянут когти ваших животных и пальцы детей. Пластиковая защита дешевле, но может сломаться, если вентилятор упадет. Так что лучше брать варианты с металлической сеткой. Она надежнее. Обратите внимание и на основание модели. Если это крестовина, то вентилятор будет легче опрокинуть. Лучше выбрать круглое тяжелое металлическое основание. Оно устойчивее и долговечнее. Ну а варианты с ионизацией, ароматизацией и увлажнением воздуха нужно выбирать внимательнее. Зачастую это просто маркетинговые уловки. И по факту ионизации нет, а увлажнение слабое. Иногда бывает дешевле приобрести качественный ароматизатор, ионизатор или увлажнитель отдельно. Переходим к последней частой ошибке. Ошибка номер пять. Не думать о способах управления. Если выберите самую простую и дешевую модель, то включать-выключать вентилятор и менять скорости придется с помощью кнопок на корпусе. После долгого трудового дня очень напрягает лишний раз вставать из-за стола или с кровати и ходить к вентилятору. У модели подороже кнопки могут быть сенсорными, но их тоже нужно нажимать вручную. Бывают вентиляторы, где скорости переключаются плавно, без резких переходов. Если на корпусе есть дисплей, то на нем может отображаться текущая скорость воздуха, температура в комнате или что-то еще. Есть много вентиляторов, которыми можно управлять, не вставая с дивана, с помощью пульта управления. А чтобы пульт не терялся, на корпусе бывает подставка для него. Самыми современными и дорогими моделями можно управлять со смартфона или через голосового помощника. А если вентилятор подключен к системе умного дома, то для него можно настроить разные сценарии. Например, где поток воздуха выключается, как только вы ушли из комнаты. В заключение мы даем ссылки на три модели вентиляторов, достойные внимания. Смотрите, какой из них подойдет именно вам. MIDEA FS4046. Средняя цена на маркетплейсах 4000 рублей. Напольная лопастная модель. Подходит для комнаты площадью 24 квадратных метра. Стильный черный вентилятор с пультом дистанционного управления и таймером. Есть регулировка высоты и угла наклона. А также автоматический поворот в горизонтальной плоскости. У MIDEA есть три режима работы. Стандартный, в котором три скорости. Natural – имитация естественного природного ветра. Если вам надоел монотонный поток воздуха и хочется разнообразия. А также ночной тихий режим Sleep. На нем ветер постепенно затухает и вентилятор отключается. Максимальный шум при работе – 55 дБ. Следующий вентилятор – Briar BR4958BK. Средняя цена на маркетплейсах 4800 рублей. Колонная модель. Можно поставить и на пол, и на стол, или на другую подставку. Подходит для комнаты площадью 18 квадратных метров. Здесь тоже есть вращение корпуса, чтобы обдувать всю комнату. Три скорости и три режима работы. Нормальный, бриз и ночной. Также есть пульт и таймер. Максимальный шум при работе – 50 дБ. И третья модель – Kidford KT411. Средняя цена на маркетплейсах 5000 рублей. Настольный, лопастный вентилятор. Подходит для комнаты площадью до 20 квадратных метров. Есть таймер и пульт, а также несколько сценариев поворота и движения оголовья по горизонтали и вертикали. У Kidford целых 24 скорости и 4 режима. Обычный, ветер, ночной и эко режим. Максимальный шум при работе – 58 дБ. Ссылки на все модели мы оставили в описании, чтобы вы сами могли детально изучить характеристики и прочитать отзывы. Надеемся, что помогли вам выбрать удобный вентилятор, с которым любая жара будет нипочем. Подписывайтесь и встретимся в новых видео про домашнюю технику. Пока-пока.